Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрьевич, ребятки, и мы продолжаем с вами играть на провинции демо-сервер номер 6. Итак, друзья, если вы хотите играть вместе со мной, то я вас приглашаю. Переходите по ссылке в описании, скачивайте лаунчер, вводите мой промокод при регистрации и получайте хороший бонус для того, чтобы купить квартиру, лишь бы даже свою первую машину. Вам это очень сильно поможет развиться. Итак, ребята, сегодня в комментариях я вычитал, что вам было бы интересно посмотреть на машину, которая стоила бы до 2 миллионов рублей, ну и вообще-то, чтобы эта машина была быстрая, управляемая, дрифтила, ну и, короче, машина-пушка, то есть мечта, как говорится. Поэтому, друзья, я этим вопросом задался, посмотрел на тачки, которые есть на провинции, которые есть в городе Мирный, именно не русский автопром, а что-то заграничное. Ну и, в общем-то, у меня сразу же стало 2 варианта. Первый вариант это полноприводная Subaru, ребятки, и второй вариант это, конечно же, тот самый Nissan GTR, который у меня был в самом-самом начале провинции. Если олды здесь, то они напишут в комментариях, что они помнят эту тачку. Я ее, кстати, еще тогда, помню, разыграл и отдал одному из своих подписчиков, он еще работал в больнице, помню. В общем-то, довольно-таки крутая тачка была, которая мне очень сильно нравилась. Сейчас мы ее сравним и сравним с Subaru. К сожалению, тогда на Subaru у меня денег не было, поэтому, как бы, я не могу ничего такого прям сказать про ту и другую машину, кроме того, как сказать, что Nissan реально была очень хорошая тачка за свои бабки. Ну и, собственно, вот здесь останавливаться очень опасно. Я помню, как у меня здесь моя ламба Aventador улетела просто вон в тот дом из-за того, что здесь есть бак с поездом. Поэтому, ребята, лишний раз лучше проехать на Красный, я считаю, но на этом перекрестке лучше не стоять, потому что, блин, как говорится, если машина разобьется, вы больше заплатите. Итак, мы едем в город Мирный. Я не успел проскочить, кстати, проехал на Красный. Никто ничего не видел, в принципе, это было в последнюю секунду. Я завершал свой маневр, все нормально. Так, я оставляю Мерседес сегодня здесь, ребята. Сейчас будет небольшой тест-драйв. Я надеюсь, что я, вроде как, нигде не нарушил. Штрафов у меня не должно быть. В любом случае, возможно, это не так. Сейчас, друзья, мы зайдем в свой магазин и сделаем тест-драйв. Ну, в общем-то, как вы заметили, у меня на руках 2 миллиона, ну и до 2 миллионов мы будем покупать себе машину. Итак, ребята, вот Nissan Skyline GTR 34. Та самая машина-пушка, которая мне очень сильно нравилась. И, собственно, еще, ребята, есть вот такая вот Subaru WRX STI, которая идет следующая. Стоит она 1 миллион 200. Уже, конечно, есть и Lancer, но он стоит немножко дороже. Я думаю, что в тест-драйве мы сейчас на него тоже посмотрим, но покупать мы его не будем. Ну, хотя, возможно, если он мне очень сильно понравится, мы купим и его. Так, ну, погнали по очереди. Собственно, Nissan. Многие говорят, что все-таки Nissan все равно одна из лучших машин в самом начале. Или посмотрим, так это или нет. Тест-драйв здесь можно нарушать, потому что здесь нет ни камер, ни полицейских, ни админов. В общем-то, для этого он и создан. На самом деле, за 0 рублей сделать тест-драйв-то это, ну, хорошее дело. Так, ну, что я могу сказать? Конечно же, после такой быстрой машины, как тот же самый Mercedes, да и вообще после ламп, Nissan, мне кажется, довольно-таки медленный в плане разгона. Ну, если честно, он очень управляемый. Он очень хороший. Он держит дорогу. И я бы сказал, он не дрифтит. Да, он слишком управляемый, хотя если вот его бросает, его бросает очень сильно в сторону. Вы сами прекрасно видели. То есть машина просто не едет, то есть это не дрифт, это просто занос. Довольно-таки жесткий, а лютый занос в сторону. Ну, не-не-не-не-не-не. Мне абсолютно не нравится, как она валит боком. Даже тот же самый Mercedes, который у меня сейчас есть, он намного комфортнее, намного приятнее. Да, что-то можно показать, но, блин, придется постоянно оттормаживаться. Ну, это, знаете, для любителей того, кто любит вот такой довольно-таки жесткий дрифт. То есть нужно полностью контролировать машину. Я все-таки люблю, когда машина сама, в принципе, может зайти в поворот и так же красиво оттуда выйти. Ладно, пока что я понял. Я сделал для себя первый такой вывод по поводу этой машины. Погнали дальше. Итак, ребята, Subaru. Subaru, Subaru. Давайте сразу проведем тест на ней. 5000, кстати, на Subaru уже стоит прокатиться. Машина дороже миллиона. Так, ну, разгон, кстати, вроде плюс-минус такой же. А, кстати, а вот это уже интересно. Subaru полноприводный, насколько вы знаете. И, кстати, да, тут довольно-таки интересный есть спектр того, что машину кидает. И это похоже на управляемый дрифт. Если вы неправильно берете угол машину, выкидывай. То есть это именно то, что я хотел бы почувствовать, от чего получить удовольствие. На самом деле неплохо. Машина стоит миллион двести. Я считаю, что за свои деньги очень хорошо. То есть для начальной тачки прям неплохо. Но, опять-таки, повторюсь, что это для тех, кто любит дрифт. Вот здесь я в поворот не вписался. И вы видели прекрасно, как машина пошла боком. Так, ладно. Я понял. Давайте сейчас наберем максимальную скорость. Попробуем зайти в поворот вот здесь. И тут, кстати, на самом деле довольно-таки маленький поворотик. Это делать аккуратненько. Нужно на маленькой скорости. Нет, довольно-таки неплохо. То есть она и скользит, и она вытаскивает сама себя. Конечно, это да, это не тот же самый Урус, который прям вообще пушка, когда его несет. Но, в любом случае, ребят, я считаю, что суббарик своих денег заслуживает. Так. Блин, возможно, я реально его сейчас куплю. Мы с вами покатаемся по улицам. Где-то, может, за город выйдем. Хотя самое идеальное место именно валить боком – это здесь. Там, где нет никаких проблем с законом, но и, собственно, со светофорами. Так. Я вам обещал, что мы с вами еще посмотрим на Митсубиши. Поэтому давайте зайдем и сядем в Evolution Lancer 2010 года. Тест-драйв стоит также 5000. Почему бы и нет? Так. Ну, кстати. Lancer довольно-таки агрессивная машина. То есть я прям чувствую, что он хорошо разгоняется. Даже быстрее, чем субарик. Так. Ну, в поворотах пока непонятно, что происходит. Мне кажется, что он... Вау. Минус столб. Мне кажется, что он больше похож, конечно, на Субару. Но управление такое себе. Вообще, Evolution 10 должен быть тоже полноприводный, насколько я знаю. Но, возможно, это вот именно передний. Потому что как-то он странно себя ведет довольно-таки в заносах. Да. Что-то мне кажется, что это больше передний привод, потому что чуть-чуть подгазовываешь и машину несет. На самом деле, субарик более прикольная машина в плане управляемости. Ну, мне, по крайней мере, больше он понравился. Так. Да вот где ты еще покатаешься вот так по лестнице безнаказанной, если только не на тест-драйве. Поэтому тест-драйв довольно-таки хорошая штука. Если хотите поугарать на провинции и получить удовольствие, то вот рекомендую. Просто любая тачка. Ну, конечно, дорогие тачки стоят довольно-таки прилично. Так. Ну, смотри. Вроде как можно заходить, да, боком в большие повороты. Но, опять-таки, если вы будете стараться сделать перекладку, машина не чувствует тебя, да. То есть, ее все равно несет. Это, на самом деле, не совсем хорошо. Приходится работать тормозом, оттормаживаться, подгазовать, когда нужно. Для меня это не то. Я люблю, когда машина вот прям чувствует дорогу идеально. Когда ее приятно контролировать. Тогда вот не будет вот таких вот каких-то глупых заносов, выкидов. Ну, и опять-таки, ваша машина будет целая. Вы посмотрите просто, что стало с ланцером. Ну, я понял. Я сделал для себя выбор. Я куплю себе Субарик. Давайте мы его сразу прокачаем. Жалко, что нету на провинции, кстати, прокачки. Ну, тюнинга имею в виду. Кстати, смотрите. Есть-то еще один Субару БРЗ. Давайте-ка на него посмотрим. 15 тысяч стоит данная машина в тест-драйве. Потому что три раза я уже сделал тест-драйв. И, кстати, возможно, я ее возьму. Потому что, кстати, БРЗшки у меня не было. БРЗшка довольно-таки хорошая машина гоночная. Двухдверная. Так. Ну, кстати, по поводу скорости вопросов прям нету. В плане управляемости, конечно... Ну, блин, она такая больше спортивная. Но ее не носит, как ни странно. Так. Мне просто интересно, если я дам угла, ее будет бросать? Нет, она прям идеальная. Серьезно. То есть, даже на снегу она как бы нормально выравнивается. Я вот слишком быстро зашел поворот. Зашел неправильно. И все равно я как бы удержал машину. Несмотря на то, что большую часть поворота она летела сама по себе. Слушай, на самом деле, это довольно-таки хороший агрегат такой. Прям вообще надбэд. Ну, да. То есть, машина не дрифтовая. Машина чисто такая спортивная. Как, наверное, Nissan GTR, который у меня был. GT. Но, блин. Это неплохо. Стоит, правда, миллион восемьсот. И в поворотах, если вы перегазовываете, да, если даете большой угол, она все-таки плывет. Плывет так же, как и Evolution. Ну, что ж. Мне кажется, что Subaru за свои деньги более хорошая машина. Тем более, вы просили меня выбрать именно машину недорогую. Я считаю, что LAM 200 для иномарки это довольно-таки хороший показатель. Поэтому давайте мы купим с вами эту тачку. Да, Subaru VRZ. Давайте мы сразу поменяем цвет. Subaru красная мне не интересует. Желтая, кстати, прикольная. Так, ну и еще классическая вроде зеленая, да. Ну, либо вот такая синяя. Так, ну, что поставить? Что поставить? Ну, это уже зашквар, конечно же, будет. Белая, кстати, тоже прикольно смотрится. Subaru и черная прикольно смотрится. Так, ну, у меня уже есть черный MERS. У меня уже есть белый MERS внедорожник. Давайте я сделаю желтую Subaru. Пускай пока будет такой. Так, приобретаем автомобиль. Ну, и, собственно, миллион двести. Ребята, за Subaru. Я считаю, что это довольно-таки хорошая покупочка. Давайте немножко подрифтим вне города. Там, где нету светофоров. Посмотрим, что она нам покажет на ухабах. Кстати, может даже устроить тест-драйв по бездорожью. Так, MERS катается. Кстати, довольно-таки популярная машина Mercedes. Итак, друзья. Максимальная скорость 254 км в час. Разгон до сотки 5 секунд 35 миллисекунд. Топливный бак на 60. В принципе, довольно-таки хороший показатель. Правда, разгон немножко меньше, чем у того же Nissan Skyline. Потому что там разгон 4,7. И максимальная скорость 267. То есть он немножко быстрее. Но в плане зимних покатушек, мне кажется, что все-таки Subaru подостойнее будет. Ладно, глушу машину. Сейчас быстренько заправлю. И посмотрим, что из этого всего получится. Итак, друзья. Я заправился. Предлагаю вам проехать сейчас по вот этой трассе смерти. Я ее так называю. Потому что здесь довольно-таки просто поймать лобовуху. Выжмем сейчас максималку. И попробуем зайти в поворот. Посмотрим, что из этого всего получится. Подвеска, кстати, не такая уж и плохая. Я не знаю, что там случилось с пареньком. Что-то он как-то вылетел довольно-таки странно с дороги. Так, ну, даем угла. На большой скорости. Это, кстати, опасно. Но машина более-менее управляемая. Кульбит, конечно же. Я даже не сомневался, что меня выкинет с дороги. Самое главное, что мы с вами не сели на крышу. Но, тем не менее, на большой скорости машина все-таки да. Машина, если идет в поворот, то ее несет мама не горюй. В принципе, это логично. Кстати, у меня загорелся индикатор того, что персонаж хочет покушать. Поэтому нужно заехать куда-нибудь в пиццерию, я думаю. И заточить что-нибудь там, не знаю, пеперони какие-нибудь. Так, ладно, ребят. Максимальная скорость 254. Просто топлю палку максимально. Ну, вот, собственно, и скорость. Я считаю, что довольно-таки неплохо. И поворот, который я благополучно проехал. Смотрите. Это тормозной путь Subaru. Чтобы вы прекрасно понимали, это довольно-таки далеко, довольно-таки жестко. Что ж, в любом случае, я рекомендую данную машину. Ну, кстати, вы, некоторые из вас, писали в комментариях, что тоже она вам очень сильно понравилась. Поэтому я считаю, что машина хорошая. Я одобряю. Если захотите купить себе первую иномарку, ну, и если вам прям не нужна максимальная скорость и прям максимальный лютый разгон, то вот эта вот машина в плане управляемости, разгона и своей скорости, я считаю, что прям золотая середина. Именно то, что нужно именно вам. Что ж, друзья, такая серия получилась. Играйте на провинции вместе со мной. С вами, как всегда, был Юрич. Всем спасибо за просмотр и увидимся в будущем. Пока.